Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дом. И сегодня речь пойдет о замечательной книге научно-познавательного характера, посвященной нашей с вами письменности, нашему языку и вышедшей в издательстве «Настя и Никита». Итак, Леонид Кочетков, исчезнувшие буквы алфавита. Что это такое? Я совсем недавно рассказывал про роскошный, огромный комикс, посвященный письменностям всех народов и эпох нашей планеты, начиная от древних шумеров и клинописей, кончая клингонским и эльфийским, то есть уже выдуманными языками, оказиональными, которые придумали авторы для каких-то своих целей. Собственно, пожалуйста, Альгерд Бахаревич придумал для романа «Собаки Европы» свой язык. Совершенно недавно этот процесс продолжается. Множится и письменности. И все это чрезвычайно занимательно. Буквально с детства, ну, со старших классов, храня очень теплые воспоминания о книге Франклина Фоусома, книга о языке, и заглядывая даже уже давным-давно покинув студенческие своды родного вуза в учебник реформатского классический, допустим, по языкознанию, я делаю это для собственного удовольствия, потому что это страшно интересно. И читателям постарше, конечно, легко и обязательно надо советовать и Плунгана, и, естественно, Залезняка. Его совершенно божественные лекции в школе «Мумитроль» прочитанные, они циркулируют в виде текста и в виде аудио, по-моему, в виде все-таки текста расшифровки в интернете, их можно найти, легко прочитать. Это очень короткие отрывки, такие очерки. Портрет языка, портрет санскрита, портрет, значит, арабского. Это действительно потрясающе совершенно. Ну и его лекции о берестерных грамотах в телепроекте «Академия» также рекомендую. Но это все для читателей постарше. А как быть с малышами? Как быть с начальной школой, когда как раз и закладывается интерес, прививается вот это самое горение, да, каким-то, не знаю, любопытством к тому, как устроена наша с вами социальная жизнь, вот язык, как мы пишем, как мы считаем, как мы все это обозначаем, как выглядят, почему именно так они выглядят, откуда появились и как эволюционировали буквы нашего алфавита. И вот этому посвящена книга, потому что она на самом деле вовсе не только про исчезнувшие буквы. Это был бы разговор очень короткий и очень специфический. Вряд ли интересный детям, поскольку буквы-то реально исчезнувшие. То есть дети их, возможно, увидят впервые на страницах этой книги. Нет, конечно, если ребенок, допустим, в семье, где сильны православные традиции, то, вероятно, он славянские буквы, значит, буквы славянского языка, церковно-славянского я имею в виду, он их видел, да, они немножко отличаются от современного русского начертания, и они, естественно, в другом составе. Церковно-славянский наследник, значит, древневерхеболгарского, иногда его называют, значит, старославянского языка, и прямое продолжение вот этой ветви славянских языков. Но если этого нету, то ребенок впервые познакомится с буквами. Памятуя об этом, автор начинает рассказ очень издалека, с Кирилла и Мефодия, с Кириллицы и с Глаголицы, что очень важно, потому что у нас есть целая азбучная Атлантида, но она исчезла на дне морском, вот на дне океана времени, и совершенно нигде не сохранилась. А посмотрите, какая это красота. Если вы никогда не видели, ну просто погуглите, что такое Глаголица. Книга чрезвычайно ценна тем, что на корню, с молодых ногтей, как это говорится, значит, прививает ребенку нормальные знания о том, что такое филология, и как изучают языки и письменность. Потому что количество бредятины в этой сфере ничуть не меньше, чем сказок про инопланетян, рептилоидов и тому подобное. Это действительно просто такая... Понимаете, о языке очень легко рассуждать. Мы все время на нем говорим. Чего такое язык? Это же очень просто. А давайте-ка я придумаю этимологию происхождения каждому слову. Это же так просто. Вот слова, как домики из кубиков в детском саду раскладываются на составные части. Какие там корни, приставки, флексии, какая там агглютинация, флексирование. Мне ничего этого мне знать не надо. Я все это придумаю сейчас сам. И садится такой умелец, да, и начинает Кулибин, значит, мастерить. Но дело в том, что в отличие от реального Кулибина, который мастерил что-то дельное, да, он производит, ну, такой вот, значит, интеллектуальный понос. И это абсолютно затопило море. Вот возникает целая книга, критика так называемой народной этимологии и народной лингвистики, да. Народная здесь, конечно, в кавычках, потому что имеется в виду, ну, скажем так, полный противовес научному знанию. И вот эта книга, простая, очень доступная история, рассказывающая о довольно таинственном и интересном явлении, исчезновении одних букв, замещении других букв в русском алфавите, да, это же целая история, она как раз прививает нормальное научное знание об этих вопросах. Начинается она с глаголицы кириллицы, краткий очерк Кирилла и Мефодия без подробностей, великолепная глава о том, как буквы работали цифрами, потому что ребенок об этом понятия не имеет, а это страшно интересно, это же как можно засуфровать. Ведь любое имя можно прочитать как число, любое число можно прочитать как некое слово или набор букв хотя бы, удобно читаемый, да, вот, и все это реально использовалось в Древней Руси для того, чтобы передавать скрытые смыслы, значит, вычитывать какие-то там мистические таинства в священных текстах и так далее, там, а ребенку-то это важно знать как игра, да, и как еще одна функция, значит, букв, цифровая функция, счетная функция, которая, конечно, страшно неудобна при математических подсчетах, да. А вы попробуйте, попробуйте обозначить буквы, цифры буквами и посчитать, вот. Значит, а также, эта история очень важна для того, чтобы объяснить исчезновение трех греческих букв из старинного русского допетровского алфавита. Они стали не нужны, когда буквы перестали обозначать цифры. Попутно, значит, здесь рассказывается очень много эпизодов истории, не только Петровская реформа, попутно объясняется разница между буквой и звуком, попутно, так, очень кратко, не вдаваясь в, значит, детали, объясняется разница между произношением, то есть, звучанием речи и ее фонематикой, да, и фонемами. Что такое фонема? Это, конечно, ребенку сложно понять, это, извините меня, ученые не все понимают, вот. Но, тем не менее, звук, фонема и, значит, буква – это разные вещи. И все точки над «ю» здесь надо оставлять, опять же, с молодых ногтей, чтобы ребенок этого, ну, хотя бы в начатках понимал, да. Вот, у нас есть много прекрасных историй, у нас есть прекрасные вот эти назальные звуки, да, «юсы» – большие и малые. Здесь приводится довольно такое грубое приближение, да, а давайте сравним с польским языком, там есть эти буквы, прямо вот в выноске, курсивом, на полях книги. Но, в принципе, это допустимо. Такое упрощение материала допустимо, потому что это действительно параллель, которую приводят в учебниках, когда пытаются объяснить, а что же на самом деле обозначали вот эти вот, значит, звуки, которые у нас исчезли из алфавита и, соответственно, из звучащей речи тоже. Ну, до сих пор спорят о том, как звучали в точности редуцированные, которые у нас дважды падали. Но, неважно. Это, опять же, все филологическая история. А здесь очень много биографического материала, очень много таких популярных вещей довольно. Ну, например, значит, как писали с буквой «Ять» и без буквы «Ять». И приходилось преподавателям придумывать замечательные стишки для мнемонические, для заучивания. Например, как понять, где пишется буква «Е», точнее, писалось в старой дореволюционной русской орфографии, а где «Ять»? «Белый, бледный, бедный, весь убежал голодный в лес, лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал». Вот это действительно круто, да? Бледный бес наперевес, значит, с хреном и редькой. Это же отлично, вот. Но ребёнок, наверное, правописание буквы «Е» и «Ять» запомнит по этим примерам, но всё-таки хорошо, что в школе стало одной вот этой вот вещью меньше. Но при этом русское правописание, конечно, сильно-то проще не стало, это понятно. Вот в главе «Заколючка» вместо буквы говорили о чистописании, о том, как начертание буквы имело значение. Ну и, наконец, последняя глава «Игра с буквами» традиционно в серии «Настей Никита» выводит этот познавательный материал в современность, в нашу эпоху. Очень хорошая книжка, полезная не только тем, кто уже увлечённо читает про какие-то там иностранные языки, рисует какие-то шифрованные записочки друг к другу, не только про умников и умниц, которые уже у нас в «Знайке», и они, значит, всем этим интересуются. Ну и вообще для всех детей это очень просто написано, очень популярно, и как раз может заинтересовать, а дальше уже воля вашей родителей, подбирайте литературу, кто знает, может быть, растёт будущий потебня, залезняк или там будуэн-де-куртане, вот, в зависимости от выбора специализации в области филологии. Спасибо за внимание.